Основной задачей проведения такой акции является, конечно, ознакомление родительской общественности с процедурой проведения единого государственного экзамена. Мы, конечно, не ставили цель, чтобы и родители, и те, кто участники, действительно проверили свои знания. Хотя такая возможность, она была. Еще раз подчеркну, что это пробный экзамен по русскому языку. Он длился всего 40 минут, и в нем было 15 заданий. При этом из 15 заданий было 15 задание, которое фактически является мини-сочинением, таким эссе, который мы с вами писали. У детей в контрольно-измерительных материалах будет 25 заданий по русскому языку, и у них будет возможность выполнять единый государственный экзамен в течение 3,5 часов. Родители высказали мнение первое. Практически все родители, которые выполняли задания, отметили, что сами экзаменационные задания – это тот уровень, который соответствует выпускникам 11 класса. И у них не вызывает вопрос, что они, например, завышены. Это первый факт, который отметили родители. И второй факт, который отметили – это то, что они тоже испытали волнение. Но самое удивительное, они сказали, что они испытали волнение не во время написания самих экзаменационных материалов, а именно вот в этот промежуток, когда нужно было пройти в аудиторию, показать там паспорт, дойти, сесть. То есть вот эта процедура сама, она вызывала у них волнение. Поэтому для нас, конечно, очень важно, чтобы у детей эта процедура не вызывала волнение. Но здесь, если все будут соблюдать правила, которые прописаны, я думаю, что атмосфера будет комфортной. Если я была ребенком, я бы порновалась больше, потому что я бы понимала, что нужно было, какой долгий путь за этим стоит в подготовке. А поскольку, как родители меня пригласили внезапно, с точки зрения, наверное, человека, сдающего экзамен, хотелось бы посмотреть, как это выглядит, сама процедура экзамена, что, может быть, чувствуют наши дети. И, наверное, моими глазами, может быть, остальные родители тоже посмотрят. В целом мне понравилось. Задания разнообразные. Причем затрагивают они, можно сказать, степень остаточных знаний больше, чем более углубленное изучение школьной программы. Поэтому в целом задания разнообразные, понравились. Где-то было чуть сложнее, где-то проще. Если идет личное общение с преподавателем, во-первых, там присутствует его субъективная оценка знаний. Здесь знания, которые ответы на вопросы дают экзаменуемые, они более, мне кажется, оценка объективная. Мы убираем все справочные материалы, все шкафы, все посторонние аудитории заклеиваются, все выходы заклеиваются. Помимо этого проводится подготовка с людьми, которые будут с детьми работать. Это организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории, чтобы люди относились к детям доброжелательно и всегда могли прийти им на помощь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова